Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Мы последние. Здравствуйте, за вами. Ну, вы, наверное, попадете сегодня. Почему? А вы почему не спрашиваете? Какие? 39 человек. 39-е мы. Прием по живой очереди в кадастровой палате еще не начался, а коридор уже полон людей. И это еще не все, заверяют ожидающие. В доказательство показывают список, в котором уже значится 39 фамилий. Коридор всех не вместит. Да и кто-то решил домой съездить. И для того, чтобы оказаться в очереди в первой десятке, некоторые пришли сюда еще накануне. Первую очередь заняли мы во вторник в 6 часов утра, подорожные 10. Были мы там 16-е. Нам сказали, что 8 человек больше не принимают. И то как бы не вариант, что примут. Среда неприемный там день, мы думали, что как бы соответственно не будут принимать. И решили среду ночью сюда подойти. Ну и отправила мужа, потому что нужно сделать сделки нам 3. Муж по второго ночи с работы сюда приехал, в машине сидел, ждал. Вот пока не открылась дверь. Приехал за мной, меня забрал. И вот сижу я с 8 утра получается. В кабинете из трех открыто только одно окно. Работает оно исключительно по предварительной записи. На часах уже 5 минут 12-го. А прием по живой очереди еще не начат. Нет сотрудника. Девушка появилась на рабочем месте только в 11.10. В первую очередь вместе с начальником кадастроя палаты начали давать разъяснения. С 10 вечера первый раз слышу такое. Вообще у нас существует предварительная запись. Пожалуйста, по интернету можно записаться. Она свободна. Никаких проблем. Можно подойти ко мне. Я сама могу записать. Тоже никаких проблем. Но если человеку хочется в живой очереди просидеть, именно сегодня попасть. Объявление, что прием ведется по предварительной записи, действительно есть. Однако ожидающие жаловались на то, что в день принимают всего человек по 7. Но это не так, заверили нас сотрудники кадастроевой палаты. Хотя действительно бывают люди, с которыми приходится работать долго. Все зависит от количества участников в сделке. Час, полтора часа. Ну а если больше, как бы, людей больше или времени. Единственное купли и продажа, тогда надо полчаса, 45 минут. Опять количество участников. Если заходит сразу по 10 человек, то время с вами нужно. Для удобства расчета необходимого времени на одну сделку на официальном сайте, где и производится предварительная запись, указывается вид операции и количество участников. Только, видимо, с такими нововведениями знакомы еще далеко не все. Ведь не так давно принимают людей с одними и теми же вопросами не только в регистрационной палате, но и в кадастровой. Таков указ президента. Теперь на рекпалату приходится только 40% заявителей, а на кадастровую 60%. Кроме того, был и еще один указ президента о сокращении количества госслужащих. Да, бывает, что два человека в отпуске, один на учебе. Да, у них сейчас, в общем-то, прием неважный. Но это, в общем-то, я так понимаю, что это неделя. Следующая неделя как-то из отпуска выйдет человек, там стабилизируется. Но от того, что они не могут принять, принимаем мы. Ведь мы людей на улице не оставляем. Вот, например, сегодня принимаем талон номер 39, который взял его полвторого дня. То есть, в общем-то, люди ведь знают отлично, что принимают две, значит, точки. Ну как, ну, это соцкая 8 и дорожная 10. На сегодняшний день все-таки ситуация нормальная. Сейчас в Гузельдамировне я позвонила, у них один человек сидит, и работают они до 8. Вы должны понять, у нас есть приказ, который четко определяет наши функции. Это, в принципе, сделано еще и для того, чтобы мы, как, в общем-то, государственные служащие, сконцентрировали свою работу на правовой экспертизе. Все изменения в работе двух служб ведут к тому, чтобы к 2014 году время ожидания в очереди на получение государственной услуги сократилось до 15 минут. Как нам пообещали, в этих целях в ближайшее время откроется многофункциональный центр на 50 операционных окон. Также в перспективе разместить регистрационную службу и кадастровую палату в одном здании. Наталья Бурова, Азат Давлядшин, Время новостей.